будем сами делать циновку для суши собралась делать суши но у меня нету к сожалению циновки поэтому я буду делать ее сама из вот таких вот шпажек я сейчас возьму сама вот коротенькую и наши вот эти вот края острые я вот так вот буду откусывать и заодно вот буду все делать шпажки вот такой вот длины буду мерять и вот так буду откусывать делать их одинаковые все 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 шпажки все все острые кончики я от подкусывала так дальше нам понадобятся ножницы и нитка мы отмеряем нашу веревочку отрезаем ее и дальше мы берем одну шпажку завязываем вот так вот просто берем кончики и завязываем обычный самый обычный вот узелок чтобы он у нас уходил к центру вот так вот и вставляем сюда нашу шпажку посерединке и завязываем хорошо узелок вот у нас получается вот вот такая вот первая шпажка дальше мы отмеряем еще одну веревочку и точно так же завязываем опять вот узелочек по серединочке выравниваем чтобы он был и на край нашей шпажки надеваем и затягиваем и точно так же делаем третье дальше мы берем вставляем следующую шпажку и точь таким же образом мы привязываем эту вторую шпажку завязываем узелок подравниваем и завязываем второй узелок дальше мы берем во второй узелочек и точно так же завязываем второй узелок и точно так же третьем подравниваем и довязываем третий узелок так мы проделываем примерно 4 шпажки я сделала 4 штучки так и дальше чтобы нам легче было его плести я беру обычный скотч отрезаю большой кусочек и ним я фиксирую вот здесь сбоку наши палочки с одной стороны и со второй стороны и нам теперь будет гораздо проще она не будет никуда двигаться мы продолжаем вот так вот привязывать наши палочки так дальше мы привязываем пятую шестую седьмую восьмую и так далее привязываем максимально близко и максимально крепко я специально взяла такую нитку очень очень прочную чтобы можно было потом мыть под водой и с ней ничего не случилось вот так вот и продолжаем дальше плести наш коврик вот такая вот получается и последний мы два раза зафиксируем и так все наши три штучки два раза завязываем узелочек чтобы он у нас наверняка не развязался и отрезаем потом все это наши лишние кончики вот так вот мы можем наш скотч отклеивать и наша циновка наша циновка для суши готова можно отправляться готовить